всем приветствую с вами юрий шулипа правед сегодня когда записывается видео 24 августа 2004 день независимости украины чем я вас всех сердечно поздравляю новость которую я хотел бы сейчас вечером арест павла дурова во франции стоит отметить что павел дуров последнее время жил в европейских эмиратах и ему французское следствие в том числе качестве оснований для избрания мероприщения в виде ареста предъявляет устуржившую меру то что он со следствием не сотрудничал и тем не менее зная что его во франции обвиняют он решил сюда где его обвиняют во францию приехать но если у меня спросите как я к этому отношусь я лично к этому абсолютно справедливо и есть конец хоть и не не американской но французское следствие взялось за павла дурова и играм по крайней мере что ему сейчас применирует по последней информации это обвинение в пособничестве терроризма преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков соучастие в мошенничестве отмывание денег сокрытие педофильского контента но и прочие различные обвинения печень которых не исчерпывается и все его преступления понятно связано с телеграммом по предварительной информации согласно головному законодательству франции дорому грозит до 25 лет лишения свободы стоит отметить что благодаря телеграмм были убиты сотни тысяч мирных жителей украины потому что последние годы именно в полномасштабном вторжении и до полномасштабном вторжении москвы в украину телеграмм являлся одной из основных ключевых площадок вербовки перспективной агентуры шестой службы фсб и от из первых а также главное управление генерального штаба в украине как граждан украины так соответственно и жители иных стран то есть еще раз повторю телеграмм это рассадник заразы это как болот в котором обитают микробы сотрудники российских вражеских развит служб и куча людей которые вербуются в в качестве их агентов кроме того телеграмм активно участвует во вражеской пропаганде так называемый z канал где вот это ультрафашистские имеется ввиду z канал в которых пропагандируется откровенно убийство украинцев уничтожение украины они не банятся абсолютно абсолютно не банятся и по причине вражеской пропаганды мое личное мнение телеграмм должен быть запрещен все и точка он не должен а что же вместо телеграмму не может спросить а вот сейчас для украинских программистов и собственно говорю не только украинских программистов но тех программистов которые русскоязычные желают за рубежом открывается гигантское возможности после телеграмма о создании своего альтернативного телеграмма альтернативного мессенджера в котором бы не было место для российских первую очередь вражеской пропаганды пропаганды терроризма насилия и убийства а также соответственно использование информационной площадки для вовлечения преступлений и совершение преступлений пожалуйста программиста у вас сейчас открывается окно возможности для создания альтернативных мессенджеров таких брендов вот уровня телеграм дерзайте как говорится все в ваших руках и какой вот главный вывод можно сделать из этой истории а он один и тот который я постоянно уже начиная с 20 февраля 2014 всем говорю нельзя быть пророссийскими ни на половину ни на четверть ни на треть и даже на 0 0 5 процентов потому что был будучи пророссийскими вы идете на поводу и все равно вы за это будете наказаны вот так работает вселенский закон пожалуйста примеры президент соединенных штатов америки джо байден проводил классическую откровенно пророссийскую политику в том числе их собственных личных интересах для того чтобы остаться в конец борьба оказался позорным постыдно печально так не только дурок так обжига обжигались ноги экс президент среди штатов америки барак обам и ряд других западных политиков как там арк ангелом мерки который с позором то есть повторюсь еще раз что все те лица которые не определились нашей системе координат она очень просто или ты с цивилизации выполняешь законные развитых стран коллективного запада соблюдаешь международное права информационную гигиену и прочее что необходимо для безопасности четвертой мировой гибридной войне проведет москва против коллективного запада или ты действуешь на стране зла иного не дано поэтому пророссийскость она и привела павла дурова к позорному и постыдно казалось бы ради сфере умнейший человек особенный долларовый миллионер отскользнулся так же как и байден и обамы меркели и не счесть им числа всяких западных политиков и экспертов на пророссийскость поэтому помните что может можно даже знать закон шулипы у закон шулипы работают пророссийскость наказуемо пророссийским быть нельзя вселенная планировщик всевышний то как хочет так считается рано или поздно накажет за просить всем доброго дня подписывайся на мой канал ставьте лайки ну и конечно прокомментировать это видео когда оно будет на моем канале доступно